Итак, все точки надыра ставлены, все пути пересеклись в одном месте, и мы попали в место начала всех началов. И первое число, и начало года, и начало месяца, в общем самое время наконец-то вспомнить про себя и заняться собой. Мы часто даем себе обещания, начну с понедельника, начну с первого числа, начну со следующего месяца, но вот Новый год наступит, я точно начну. Но это лишь обещания. А я предлагаю перейти к конкретным действиям. И это, чтобы вас еще больше активизировать, скажу, что то действие, о котором я сейчас расскажу, оно не только дает возможность все-таки начать действовать, но оно еще и дает возможность быть счастливым. О чем это я? Начните делать какие-нибудь физические упражнения, начните давать какую-то физическую нагрузку своим мышцам. Активизация нашей мышечной системы позволяет организму начинать вырабатывать гормоны, которые начинают у нас аккумулировать состояние счастья. Первое. Второе. Когда вы начинаете делать какие-то действия в своей жизни, это тоже вас активизирует внутри на выработку состояния счастья. Поэтому смотрите, по-моему, сегодня именно нужное время и нужное место. Как начать так, чтобы не остановиться? Чисто из своего опыта. Не перезагружайте себя большим сразу, там, количеством и большими планами. Не ставьте себе такие задачи. Сегодня я сто раз отожмусь, сто раз присяду, сто раз пресс покачаю, потом там обольюсь тремя ведрами холодной воды. Ну и еще что-нибудь, что вы планируете. А, выучу английский сегодня, именно сегодня за один день. Я вот никогда не учил, а сегодня сяду и обязательно выучу. Не надо себе ставить невозможных задач. Да, задача должна быть где-то на грани вот все-таки сверх своих возможностей. То есть она все-таки должна вас активизировать. Но можно начать постепенно вырабатывать привычку того действия, которое вы никогда не делали. Ну, например, если у вас еще не отработана привычка делать физические упражнения утром, то начните с чего-нибудь маленького. Ну, например, встаньте и отожмитесь утром. Ну, сколько? Пять раз. Много? Два раза. Ну, отожмитесь. Вот четко встали и два раза отжались. И два раза присели. На следующее утро сделали то же самое. Два раза, всего лишь два раза. Желательно в одно и то же время присели, отжались. Присели, отжались. Ну, или, я не знаю, там сделали несколько вот каких-то телодвижений. Наклоны тела, кручение головой, упражнение какое-то с гантелями. Немножко, вот совсем немножко, пару раз. И не сто упражнений сразу, два каких-нибудь упражнения возьмите. Это реально работает, потому что день, два, три, неделю, две недели, три недели. Потом в какой-то момент вы понимаете, что вам уже чего-то не хватает. Когда привычка записывается просто как сам факт, что вот в этот момент нужно сделать вот это действие, вот это физическое упражнение, вот присесть, например, то вы уже можете тогда увеличивать количество раз. Вот вы уже приседаете пять раз. Может, тут маловато, вот вы уже десять раз приседаете. В какой-то момент вы начинаете замечать, вау, вы уже по-другому ощущаете тело. И у вас уже не то, что не возникает мысль, ой, как неохота это делать. У вас, наверное, возникает полностью противоположная мысль. Вау, как я хочу это делать. Гордость за себя, радость за действия, которые мы делаем. И вот это состояние такое приятное будет. Умертворенности, благости такой. В общем, состояние счастья. Поэтому предлагаю вам остановитесь, присядьте и погрузитесь в глубину себя. Задайте вопрос, вот что сейчас, прямо сейчас, вы могли бы начать делать, не просто с сегодняшнего дня, а прямо вот сейчас, с настоящего момента. Что бы вы могли начать делать, что вы давно хотите, откладывали. То, что вам кажется вообще невозможным, нереальным. Но если даже вы начнете с нескольких приседаний в сегодняшний день, и продолжите это в течение месяца, то я вас уверяю, вы заметите, что у вас не только появилась новая привычка, но она еще и изменилась в вас. Желаю вам удачи. Пожалуйста, вот именно сегодня сделайте что-нибудь полезное для себя.